Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Радиостанция Комсомольская правда представляет на волнах 94FM радиопрограмму КПП. Видеоверсию вы смотрите на телеканале TV.com. Начнем Игорь Александрович сенсационные новости. Россия вышла в четвертьфинал, обыграв серии пенальти со счетом 4-3 сборную Испании. Это настоящая сенсация, я считаю. Да, это настоящая сенсация. Это такая разгромная победа. И, конечно, вся страна с замиранием духа смотрела и наблюдала за этой игрой. Еще бы, конечно, нашим игрокам поменьше бы забивать свои ворота. И цены бы им не было. Они в игре с Уругваем забили свои ворота, был автогол. И в игре с испанцами они забили свои ворота, также был автогол. Поэтому, конечно, сделать бы игру более качественной. И тогда наши бегающие и играющие миллионеры, они бы все-таки действительно стали бы настоящими национальными героями нашей страны. Ну, а нас, уважаемые телерадиослушатели, ждет новое пенальти, наверное, свое пенальти в борьбе за место в Народном Хурале. Кто там с каким счетом обыграет, мы с вами узнаем 9 сентября на выборах наш местный законодательный орган. А вот пока 28 июня прошла последняя сессия 5-го созыва. Вы у нас в каком созыве были депутатами? В двух созывах, да? В двух созывах, да. В третьем и четвертом. В третьем и четвертом, да. Так вот, прошла последняя сессия 5-го созыва, значит, Народного Хурала, на котором выступил глава Республики Бурятии. И что меня удивило, Алексей Сыденов выразил уверенность, что большинство сидящих в зале парламентариев сохранят свои кресла и продолжат работу в новом созыве, пишет коллективный блог газета РБ. Цитирую. Будем работать так же вместе, конструктивно и заряженными на одно дело. Мы не прощаемся, мы работаем. Мы все люди опытные, с большим жизненным опытом. Даже если кто-то в новом созыве будет уже в новом статусе, то я уверен, что наша работа и жизненная позиция так же будут направлены на развитие и процветание Республики. Вот что меня удивило-то. Да, оказывается, и глава Республики не отрицает того факта, что вполне возможно, что большинство депутатов сохранят свои места, хотя ротации для нашего парламента, наверное, не помешало бы. Совершенно согласен с вами полностью. Ротация нашему Хуралу, она бы не помешала. И, конечно, если бы все-таки народный Хурал перетерпел значительные изменения, пришли бы новые люди, действительно энергичные, действительно неравнодушные к тем социальным и политическим процессам, которые происходят в нашей стране и в нашей Республике. И, может быть, действительно, Хурал бы принял бы свое истинное название, народный Хурал. Сейчас пока, к моему великому сожалению, я его народным не считаю. Считаю его ненародным, считаю его пробуржуйским. Соответственно, там сидят одни вип-пенсионеры, одни богатые бизнесмены, которым, честно говоря, вот даже по всем таким вот нравственным гражданским понятиям, пониманиям, меркам, нормам, как угодно можно это назвать, но в любом случае они однозначно далеки от нужд и понимания гражданского населения Бурятии. Далеки они от народа. А между тем, у нас Хурал никак не может изыскать средства на повышение заработной платы нашим учителям. Уже пятый раз собирается во главе с Игорем Шутенковым, первым зампредседателем правительства Бурятии, комиссия, которые изыскивают, значит, средства. А нужны 900 миллионов рублей на повышение заработной платы до того минимума, который установлен федеральными органами власти. И вот они не могут найти деньги, и вот выдумывают всякие ходы, то хотят вывести из штата работников образовательных учреждений, значит, обслуживающий персонал, то хотят, значит, снизить стимулирующую часть зарплаты до 10%, то предлагают вообще коммунальные услуги компенсировать педагогам из средств Министерства социальной защиты и так далее, и так далее, и так далее. А между тем, на заработная плата в течение последних трех лет не повышалась учителям. Какие тут заслуги перед Республикой Бурятии? Или в этом заключается заслуга перед нашей Республикой? Что учителя держали в узде? У депутатов пятого созыва, конечно, с вами полностью согласен, им не за доблесть, не грамоты, за парламентскую деятельность нужно было вручать, а все-таки вручать и изобрести какую-то такую хитрую награду, допустим, самый ловкий, самый гибкий, самый лживый депутат пятого созыва. И вот когда МРОТ в стране изменился, минимальный размер оплаты труда, и те граждане, которые получали ниже МРОТа, сейчас они, ну, вот некоторые фирмы, да, некоторые руководители предприятий, они их устраивают там на полставки, да. То есть он получал полную ставку, сейчас ему сделали, допустим, 0,3 ставки, и он уже, и как будто бы, да, можно понять и можно подумать, что он получает больше, чем 14,5 тысяч рублей. Так же и депутаты у нас, не народного хурала, вот они, когда гражданское общество начало взывать и говорить о том, что учителя у нас получают меньше, чем уборщицы. Вот теперь они придумали, ах, так, раз они получают меньше, чем уборщицы, давайте-ка мы уборщиц за штат выведем, переложим, значит, их содержание на муниципальные органы власти, а с учителями, да, чтобы вот этого пресловутого сравнения не было, будем каким-то образом финансировать по каким-то своим другим взглядам и понятиям. Поэтому я считаю это несправедливым подходом, это не то, что несправедливый, это неправильный подход во всех отношениях. Депутаты народного хурала должны изыскивать средства республиканского бюджета, потому что всегда декларировали о том, что у нас бюджет социальный, что у нас бюджет народный, и он в первую очередь служит только гражданскому населению, а получается, что он ему не служит, он служит только госчиновникам, вип-пенсионерам и разного рода другим богачам, которые сидят в народном хурале. Да, сотни миллионов рублей на покупку арктехники, дорогостоящего оборудования, мебели, ковров, дорогих машин, ремонты, которые постоянно у нас проходят в народном хурале, но в перманентном состоянии, на данном облизывании находится здание хурала, вы видели, сверкает как дворец вообще, как Версаль, который должен быть разрушен. Вот на такие дела у нас депутаты гораздо находить деньги, а вот 4% уже, мы устали, уже 5 раз собирается, уже полгода эта тема муссируется, но не могут найти на повышение зарплаты нашим преподавателям. Ну, отличился еще один наш депутат, которому тоже, наверное, надо было вручить медаль за заслуги перед Республикой Бурятии, это бывший ректор БГСК, сельхозакадемии Александр Попов. Перед началом последней сессии молодой человек развернул пикет напротив народного хурала, но со страшными лозунгами. В БГСК нового руководителя требовал пикетчик, просим узаконить землю, как было обещано Поповым. Депутат Попов обманывал людей. Обман сотрудников и студентов – норма поведения руководства БГСХ. Вот такие люди у нас сидят в народном хурале, когда люди не доверяют, считают их обманщиками уже и в прямом, и переносном смысле. Но, как объяснил журналистам, пишет Байкал Дейли, ситуация с пикетом связана с тем, что в свое время выделялась, видимо, земля в Гурульбе для педагогических работников сельхозакадемии. Но в результате узаконить эти земли не удалось. Земли принадлежали сельхозакадемии. И видим, Попов, когда шел в свое время депутаты, обещал узаконить, но на сегодняшний день 400 человек находятся в статусе самовольщиков, из них 150 работников сельхозакадемии. Но пикет пикетом самая интересная реакция Попова. Ну я просто, конечно, был поражен. Говорят, девушка из деревни может уехать, а деревня из девушки никогда. Вот он остается каким-то сельхозником или что ли, деревенщиной какой-то. Он пригрозил физической расправы, в частности, он сказал, обращаясь к пикетчику, молодой человек, заклеветуй, я вас и по-другому могу наказать, по-мужски. Что он имел в виду? Я его недавно видел, Попова, и он спрашивал, что вы имели в виду, что избить его хотели? Он отмолчался, говорит, СМИ врут. Ну, конечно, длительные сроки просиживания в народном хурале, позиционирование как белая кость и многие, конечно, такой проблемой грешат, она бесследно не проходит из человеческой души даром. И, естественно, вот это чванство у многих депутатов, у многих госчиновников, оно остается, потому что они считают себя избранными, они считают себя богоданными людьми и те, которые могут вершить чьи-то судьбы. А здесь вот такой простой человеческий вопрос, решите проблему мою личную с землей, которую вы мне обещали. И все, и сразу полезло, все полезло изнутра оттуда, и вот какие-то предполагаемые там непонятные угрозы. И вообще, как говорится, там не царское это дело, я так полагаю, как говорится, в земле копаться, да, прикажу и накажут. Поэтому, конечно, от жизни отрываться нельзя. Кем бы вы ни стали в своей жизни, депутатом или госчиновником, должны знать и понимать, что все равно рано или поздно вы вернетесь на нашу грешную землю, и будете жить обычными проблемами, будете дышать этим вонючим воздухом, которым дышим мы все вместе с вами. Вот насчет того, что действительно они ощущают себя какой-то избранной кастой, мой наставник и старший товарищ, коллега, соратник Лазар Романович рассказывал. Он был в свое время первым секретарем обкома в ЛКСМ, и вот когда назначали руководителей районных отделений комсомола, он всегда, говорит, я говорил этим новым начальникам, завтра утром не проснись с другой, с голубой кровью. Действительно, в момент назначения избрания они, видимо, начинают себя чувствовать уже какой-то избранной и в прямом, и в переносном смысле этого слова людьми. А между тем, у нас закон предполагает, что должны оставаться народными избранниками, быть первыми среди равных. Ну, мы продолжаем нашу программу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опять высказалась по поводу Бурятии. Мы помним, что 2 апреля 2018 года Бурятии проходили испытания беспилотника, которому пыталась Почта России доставить посылку в Тарбогатай. Но помним все это грандиозное фиаско, как оно рухнуло. Слава богу, не на голову людей. Так вот, она оценила это событие и, в частности, на одном из заседаний Совета Федерации заявила, а вы по телевизору показываете, как вы запускаете беспилотники. Наверное, в детстве не наигрались, которые стоят под 2 миллиона. А они падают на глазах у телезрителей. Оценила ситуацию Матвиенко. Дело в том, что руководитель Почты России отчитывался перед Советом Федерации. Он же был и в Бурятии, когда этот беспилотник рухнул. Ну, зовут его Николай Подгузов. Это наш знаменитый начальник почты, да, который, по-моему, по 90 миллионов премий тебе выписывал, да? Ну да. Так вот, она спросила у него насчет заработной платы почтальонов. Он сказал, что 15 тысяч рублей. Но Матвиенко поправил. Надо сказать, она всегда на высоте оказалась теми, что до повышения МРОД средняя зарплата почтальонов составляла 5-6 тысяч рублей. Развлечения нашли. Беспилотники, которые якобы должны доставлять почту или письма граждан, они падают, разбиваются. Почтальон, который получает 6-7 тысяч, смотрит на ваши игрушки. Надо было в детстве в самолетике играть, сказала Валентина Матвиенко. Но она резко поднялась у меня в глазах после этого заявления. Не часто случаются такие резкие оценки со стороны первых лиц России? Да, конечно, вот она вызывает определенное уважение своими, в том числе и человеческими взглядами, и своими вот такими гражданскими заявлениями. Потому что пройти мимо этого безобразия, а мы с тобой тоже мимо него не прошли, мы тоже с тобой неоднократно озвучивали в наших передачах, в радиоэфире, на волне 94 и на Тевикоме, о том, что мы не согласны с подобным чванским подходом, к подобному разбазариванию бюджетных государственных средств. Это деньги налогоплательщиков. И когда руководитель позволяет себе выплачивать по 90 миллионов премий, а после этого еще и, условно говоря, их почтальоны влачат более чем нищенское существование, раздавая пенсии, раздавая почту. Ведь они на велосипедах в деревнях ездят, раздают пожилым гражданам пенсии, рискуют своей жизнью, своим здоровьем, в конце концов, и получают эти копейки. И после этого проводятся эти дурацкие испытания разного рода дронов. Вот фактически денег как будто бы им девать некуда. Денег им девать некуда, вот они готовы их запускать куда угодно, хоть в самолетики, хоть сегодня будут бумажные самолетики делать на миллионы рублей и раскидывать их. А эту почту России регулярно сотрясают скандалы. То их работники воруют, трясут бандероли, трясут посылки, то значит они в какие-то ДТП попадают уже с реальными материальными затратами. Поэтому, конечно, власти федеральной давным-давно пора разобраться с руководством почты России. Да, насчет наезда на автомашине более подробнее. Байкал-Дели сообщает, что судебные приставы изыскали Сулану-Денса более 188 тысяч рублей. Это бывший водитель почты, который на служебной машине совершил наезд на несколько автомобилей. Дело в том, что страховое возмещение не покрыло нанесенные ущербы. А 188 тысяч рублей были удержаны с этого работника. Но, соответственно, почта России обратилась с регрессным иском. Ну вот, могли бы простить, как-то поддержать своего работника. И так, и так, влачить с жалкое существование там по 15 тысяч получает. Ну вот, полную сумму, значит, размещения почта взыскала своего работника. Таким образом, оставшись, получается, по нуля. Ну, они лучше дрон запустят за 2 миллиона. Конечно, им что? Им же денег девать некуда. Они же самая богатейшая организация. К тому, конечно, бомбить посылки и бандероли наших граждан, вытаскивать оттуда деньги. Они, видимо, на это делают ставку, что ну ладно, что там. Там какое-то количество посылок разбомбим, как говорится, компенсируем свои расходы. Ну вот однажды утром я как-то к нам в дверь постучали. Я открыл дверь и оказался почтальонша. Принесла пенсию моей маме. Но я был просто удивлен. С сумкой, набитой деньгами. Она одна, без охраны, без ничего. Говорю, как вы, говорю, рискуете? Люди действительно, как вы правильно отметили, рискуют жизнью, здоровьем, безопасностью. Совершенно правильно, да. Для того, чтобы их руководители получали и имели возможность выписывать премии по 90 миллионов рублей. Поэтому, конечно, рядовые пенсионеры, они пашут и пашут за копейки. А почему этот пример привел? Потому что моя мать тоже получает пенсию и тоже ей почтальон приносит каждый месяц пенсию. Потому что нет возможности там завести карточку. Многие же люди живут одни, пожилые люди. Они не знают всех этих новаций современных, там электронных каких-то средств, платежных систем и так далее. Поэтому получают, естественно, по старинке, наличными деньгами. И привозят никто другой, как наш рядовой почтальон. А это почтальоны женщины все. Такие же пенсионерки. Почтальонных Печкиных тоже фактически все уже нет. А, кстати, Владимир Путин подписал новый законопроект, который предусматривает и дает возможность операторам, то есть банкам, приостанавливать денежные переводы, которые совершают люди с банковских карт. Ну вот у меня есть банковская карта ВТБ, ВТБ-24. ВТБ-24, да? Банк ВТБ-24. Но якобы премиум. Оказалось, оно вообще без пин-кода работает. То есть, не дай бог я его потеряю, все, денежные средства мои уплывут. Сразу моментально уплывут. Называется премиум карта. Вы представляете? Без пин-кода. Ну, что я могу сказать. Конечно, государство должно ужесточать ответственность при подобного рода платежных системах. Потому что сейчас все больше и больше уже грабят наших граждан, владельцев подобных карт. Там уже сейчас уже не обязательно вот эти какие-то там приспособления для того, чтобы пин-код подсмотреть. Там уже сегодня есть электронные технологии. Они сканируют уже фактически начало работы вашей карты. И не надо там ничего, там никаких приспособлений вешать. Не надо там никуда подглядывать сзади вам в плечо. Не надо там воровать у вас бумаги, чтобы найти где-то там в уголочке записанный ваш номер, номер пин-кода. Достаточно сканировать и все. И спокойно снимают деньги с карты. И вы даже не успеете позвонить в банк фактически. Поэтому, конечно, законодательство нужно в этом плане ужесточать. Как давно надо было. Успеваем сводить еще одну новость. Бурятия признана самым грязным воздухом в России. Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов самым загрязненным воздухом в стране. Как следует из доклада, сообщает газета, известие первую строчку заняла Бурятия. За ней следует Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. Основная причина печального лидерства в Бурятии в рейтинге не промышленность, как в других регионах, а выбросы бензопилена, образующегося от угольных котельных в частном секторе. Проблему буду решать централизованным отоплением. План, который расписан на 2020 года. Не знаю, первый раз слышу про этот план. Я единственное знаю, что для того, чтобы перебросить тепловые сети на левый берег, нужно было 5 лет назад 600 миллионов рублей. Сейчас, наверное, двое больше. Ну, конечно, это все чистой воды утопия, строить тепловые сети. Есть для этого и так называемая газификация отдельно взятых регионов с поставками сжиженного газа, природного компримированного газа. В том числе и есть возможность рассмотреть использование в быту электроэнергии в гораздо больших размерах. То есть снизить тариф, как в свое время сделали в Монголии, потому что уже задыхались. Бесплатно у них было 12 ночи. Да, совершенно правильно. Поэтому это все в наших силах. Мы ведь на свободном рынке покупаем электроэнергию меньше рубля, а продаем своему населению за 2 рубля 75 копеек. А юридическим лицам и того дороже. Поэтому, конечно, возможности есть, но в свое время вот в бытность руководства городом старого мэра Айдаева и там Наговицына, да, все это, как говорится, комарили, да, которые фактически не занимались республикой и оставили это загрязненное, разрушенное наследство другим, значит, и мэру, и новому главе. И, конечно, разбазарили эту землю под ДНТ, под ЦНТ. Фактически город Улан-Удэ превратился в большую деревню, а гражданам же нужно топить. Вот топят дровами, топят углем. Соответственно, котельные ставят такие, чтобы была растяжка отопления, то есть растягивание процесса горения. И когда растягивание процесса горения происходит, выделяется вот этот пресловутый бензиперен, который очень сильно загрязняет нашу атмосферу. А мы находимся в Селингинской долине, да, вот в такой впадине. И у нас очень серьезная проблема, связанная с загрязнением воздуха. Мы этим воздухом вонючим, вредным, грязным дышим. После этого, естественно, занимаем ведущие места в разного рода болезнях таких, как в том числе и онкология. А, к сожалению, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Куча новостей опять мы не успели обсудить, поэтому смотрите и слушайте программу КПП. Всего доброго. Всего хорошего.